Создать праздничное настроение не только в праздничные дни пытаются своими силами некоторые горожане. Сказочные герои в подъездах, инсталляции с мышами на стенах жилых домов, граффити на улицах. Так творческие жители Твери пытаются подарить хорошее настроение окружающим. Одаренный тверетянин, например, проиллюстрировал подъезд многоэтажки сказочными рисунками с первого по девятый этажи. А что думают по поводу настенной росписи жильцы этого городского тридевятого царства? Да и в целом споры о том, уместно ли творчество народных художников в общественных местах и каким оно должно быть, выяснил наш корреспондент. Обычная многоэтажка в Твери изнутри и снаружи напоминает иллюстрированную книгу. Здесь жильцов и прохожих уже у подъездов приветствуют знакомые с детства герои мультфильмов. У одной двери тайна третьей планеты, у другой дикий мир Маугли, у третьей хитро улыбается Буратино. Сложно представить, сколько литров краски и часов свободного времени ушло у автора на то, чтобы поселить в этом подъезде столько героев из советских мультфильмов, да еще с их избушками и замками. А стоит открыть дверь, как попадаешь в тридевятое царство. На каждом этаже свои герои. На одном принцессы будто сошли со страниц детских книжек, на другом пейзаже. Все это результат десятилетнего труда одного из жильцов Валерия Ионтеля. По профессии мужчина полиграфист. Рисунки давние хобби. Первый нарисовал более 40 лет назад для своих детей на этаже. Вообще такое творчество, признается автор, хоть и затягивает, но и имеет свои нюансы. У меня кисти летели вот так. Это как наждачка, считай. Надо же еще и подобрать, где какой этаж, где какой рисунок. Это не то, что там просто наляпал, а это надо, чтобы душа лежала. И главное еще, знаешь, какие люди живут здесь. Вот он, например, на четвертом у меня жил пенсионер, он рыбак был, заядлый. Я ему нарисовал речку, это все. И так и людей дальше иду, спрашиваю, кто чем интересуется. Все, что во дворе дома, тоже дело кисти народного художника. Вложенных сил не жалко, говорит он. Лишь бы все это пробуждало в людях что-то доброе. А еще отметили соседи автора. Сказочные иллюстрации их не только радуют, но и дисциплинируют. В лифте, везде у нас чистота и порядок. Очень нам нравится, и это очень даже хорошо. Это даже как-то сохраняет наш подъезд. Люди не прикасаются, не портят, не рисуют ничего. Они как-то вот это все поддерживают даже. Такое народное творчество, безусловно, привлекает внимание. Но реакцию может вызывать как положительную, так и отрицательную. С одной стороны, вместо серых грязных стен яркие рисунки. А с другой, насколько рисунки уместны и качественно выполнены. Если это выполнено не у себя дома, не на своем заборе или в своем коридоре, а выполнено в городской среде, то, конечно, это должно соответствовать. То есть это нужно согласовывать, состыковывать. Смысл этого всего. То есть насколько уместно в этом плане. Но творческие люди только прекрасно. Вообще, народное творчество уверенно селится на городских улицах в разных проявлениях. К примеру, на улице Жигарева теперь обосновались мыши, а точнее инсталляции с грызунами в стене пятиэтажки. Еще в городе чаще стали появляться граффити. Но это, пожалуй, одна из самых спорных тем. К вопросам, где и как нарисовано, еще добавляется, что именно изображено. То есть содержание композиции. Так несколько лет назад вызвал спор портрет Солженицына на одной из пятиэтажек в центре города. И портрет Децла рядом с улицей Советской. Конечно, это своего рода творчество. Наверное, у этого должны быть какие-то свои рамки. То есть, допустим, на охраняемых объектах, наверное, такое делать не стоит. Что-то красивое, то почему нет? Если это просто какие-то порисульки, то зачем портить здание? Вы знаете, если выбирать между нецензурной лексикой, которую пишут там же, и этими сказочными героями, я выбираю сказочный герой. Если это нормальная картина, а не какие-то там, которые портят город. А вот на зданиях, которые отремонтированы фасадами или в подъездах, конечно, отрицательно. Как видим, горожане в большинстве очень даже за оживление городских объектов, стен, заброшенных конструкций и даже подъездов. Но люди хотят не только скрыть грязь или дефекты конструкций, но и получать эстетическое удовольствие. А это уже дело вкуса. Продолжение следует...